Гипнотизер 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 Вы уже спите. Вы уже не сторож птицы фермы, а директор всей вашей конторы. Вот вы приехали на работу. Вы входите в кабинет, садитесь в кресло, говорите. Вы директор. Говорите, я вам приказываю. И Никита проникновенно заговорил. Это же форменное безобразие. Десять часов, а в конторе никого. Эх, и распустил же службу, товарищ Верепетуев. Верепетуева передернуло. Дрожинский хихикнул. Ну, я-то уж порядочек наведу. Я вам не Верепетую. Я не стану по кабинетах штаны просиживать, ведь он Верепетуев что? Он и птиц-то как следует не понимает. Он свободное дело утку с вороной перепутать. Ему бы только бумажки писать, да по командировкам раскатывать. Он и на птицей ферме-то раз в год бывает. Это ложь? — крикнул Верепетуев с места. Нет, не ложь! — приоткрывший один глаз сказал Никита. А чистая самокритика, ежели хотите знать, а не ложь. И сколько раз мы говорили товарищу Верепетую про этого гусака, он, Дрожинского. А он и волос не дует. А Дрожинской что? Корму индюкам не запас, они и подохли. Это неправильно. Я писал трест. У меня есть бумажка, гипнотизер. Гипнотизер, разбудите же его. Со всех сторон закричали. Не будить, не будить, пусть выскажется. А Никита продолжал. Не надо меня будить. Когда надо будет, я сам проснусь. Я еще не все сказал. Теперь дальше. Почему сторожам до сих пор полушубки не выдают? Верепетую Верепетую, Дрожинске, растерянные, красные, протискались к выходу. А вслед им несся голос Никиты Борщева. А кому на медне двух пекинских уток уперли? Товарищу Верепетую, а кто утят поморозил? Товарищ Дрожинской, какая-то женщина в цветистом платке из первого ряда тянула руку гипнотизеру и настойчиво требовала. Товарищ гипнотизер, товарищ гипнотизер, как Никита выспится, дай мне поспать. Я как засну, я за курей. За курей скажу все, скажу, что у меня на душе накипело все. Сирк Бушевал.